У меня есть модель, которую я, кстати, приобрел на этом заводе. Вот этот вертолет. На память? Да, на память. 145-й, на котором мы должны были работать, на котором я работал. Модель вертолета, сертификат об окончании теоретических курсов пилота и десяток фотографий. То, что осталось у Валерия Севастьянова на память после 7 лет работы в Казавиаспасе. Недавно к ним добавился еще и судебный иск от родного ведомства. В 2011 году Валерия вместе с группой пилотов отобрали для обучения в Германии на новый вертолет Еврокоптер 145. Перед поездкой ему нужно было подписать контракт на общую сумму 19,5 миллионов тенге или 130 тысяч евро по действующему тогда курсу. В контракте было обозначено время 5 лет. В общем-то, никто не рассчитывал уходить с Казавиаспаса. Мы рассчитывали работать, что вопросы о заработной плате у нас наладятся, как нам обещало руководство. Однако через три года Валерий расторг контракт с Казавиаспасом из-за регулярных задержек заработной платы. Еще через полтора года ведомство подало на него в суд. И первая инстанция решила, что пилот должен выплатить 8 миллионов тенге или 20 тысяч евро по текущему курсу. Севастьянов начал узнавать, за что же он должен бывшему работодателю такую сумму. И выяснил, что только на его проезд и проживание в 2011 году было затрачено около 20 тысяч евро. Он заказал подобный тур в агентстве и сумма расходов составила всего 2700 евро. А прайс-лист, предоставленный Академией пилотов МЧС в Германии, показал, что курс, который прошел пилот, стоит в десятки раз меньше суммы, предъявленной Валерию. Теория, ту, которую я прошел в Донаверте, в этой Академии обходится в 1200 евро. Тогда возникает вопрос, куда были потрачены эти баснословные, в десятки раз превышающие стоимость на рынке сумма. Казавиаспас, в свою очередь, обвинил бывшего сотрудника Валжи. В интервью одному из казахстанских каналов генеральный директор Казавиаспаса Малик Досымбеков показал счета, по которым на переподготовку каждого пилота было затрачено 19,5 миллионов тенге. В эту сумму вошли перелет, проживание, курсы в Германии, практические занятия в Казахстане и услуги переводчика для иностранных тренеров. Севастьянов должен выплатить нам 8 миллионов. Ну, после этого начались вот эти его подсчеты, рассказы о том, как что он где-нибудь доработал и так далее, и так далее. Ну, здесь, мягко говоря, я хочу сказать, он, конечно, некорректно. С другой стороны, могу сказать, этот человек врет. И сильно врет. Скандал вокруг переподготовки казахстанских пилотов приобретает международную огласку в купе с расследованием французской прессы о злоупотреблениях в высших эшелонах власти, связанных именно с поставкой в Казахстан 45 новых еврокоптеров и открытие совместного вертолетного завода под Астаной. По данным газеты Le Monde, люди из очень близкого окружения, экс-президента Франции Николя Саркози, получили как минимум 300 тысяч евро откатов после заключения сделки на общую сумму в 2 миллиарда евро. Более того, издание предполагает, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил в качестве условия оказание прямого давления на бельгийских чиновников со стороны французского государства. В обмен на выплату колоссального штрафа в размере 23 миллионов евро следственные органы Бельгии прекратили уголовное преследование бельгийца казахстанского происхождения Фатаха Шадиева и двух других предпринимателей, тесно связанных с президентом Казахстана, повествует издание. Французские эксперты также связывают это расследование с политическими амбициями Николя Саркози. Здесь, конечно, видно коррупционные составляющие и уверенности в том, что это был честный бизнес. Видно, что здесь честного бизнеса нет. Миллионный иск к экс-пилоту – опасный прецедент, считает Валерий. Вместе с ним в Германии отучились еще три пилота и 15 техников. После этого на базе уже казахстанского завода подобную программу прошли около ста специалистов. Валерий говорит, что вслед за ним Казавиаспас покинули еще несколько сотрудников, у которых вполне возможно также появятся судебные иски, так как миллионные расходы ведомству необходимо как-то подтвердить документально. Валерий Севастьянов возвращаться в Казавиаспас не намерен. В конце февраля он попытается оспорить решение первой инстанции в городском суде. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время.